Меня зовут Марина Натальян. Я экскурсовод по Санкт-Петербургу и городу Ростова-на-Дону. Сегодня, 11 декабря 2021 года, мы с моими друзьями-коллегами собрали акцию «Квартальный ангел». Каждые полчаса, с часу дня до трех часов дня, стартует отсюда Симашка 34, полчасовые бесплатные экскурсии для всех желающих. Мы также собираем подписи в защиту домов от незаконного сноса по Симашку 3032. Дома признаны аварийными. Один из них, выявленный памятник культуры, сейчас вытеснен из реестра памятников истории культуры. И на глазах мы теряем здания, которые помнят войну, гражданскую войну начала 20 века. Когда делали капремонты, то ставили, ставили, все-таки баннеры были какие-то. Это было написано, кто делает, на какие деньги, какое решение, срок проведения работ, начало, окончание. Сейчас все эти сносы проходят абсолютно анонимно. Окружили забором, или не окружая забором, приехали, снесли в течение одного дня небольшой дом. Такой дом, видимо, сносить будут дольше. Вот обходятся без фиговых листков, во-первых. Во-вторых, нарушают тот закон, который был, потому что вот это здание является памятником. Вот это, Симашка-27. Это дом гласного городской дома Пилипенко и жены его Антонины. И у него нету локальной зоны охраны. У него есть обычная зона, которую Путин подписал в 16-м году. В 16-м году это было в декабре подписано, и 100 метров вокруг нельзя ничего трогать. Вот 100 метров от этого дома нельзя ничего трогать. То есть и вот этот подпадает 100 метров? Получается, это в 100 метров попадает. У него был статус памятника, но его сняли, получается, в 10-м дали, в 20-м сняли. Но даже если его сняли, если это законно, то он попадает в охранную зону этого дома. Уже нельзя сносить. То есть, получается, один дом за другой цепляет. Да. Дело в том, что почему стали принимать локальные зоны? Потому что когда путинский закон приняли в 16-м году, то получилось вообще ничего нельзя сносить. И тогда стали принимать локальные зоны охраны. Локальные зоны охраны, они иначе построены. Они построены так, что вот у этого дома, если у него будет локальная зона, то у него будет охранной зоной только вот этот тротуар и проезжая часть. А охранной зоны не будет. Ну, это локальная зона. Она специально сделана для того, чтобы сносить все вокруг. А вот та защитная зона, она 100 метров вокруг строго. А 100 метров вокруг, значит, получается, здесь пока нельзя делать. Может быть, может быть. Вот они посмотрят то, о чем мы говорим, и сделают документ, который скажет, а у нас локальная зона. Ну, это на их совести будет. Насколько я знаю, собственник этого здания, мы с ним общаемся, он членов общества охраны памятников, Андрианов Вячеслав Алексеевич, нет у него документа, что у него принята локальная охранная зона. Не делает самого главного. Он делает самого главного, чтобы сохранять, вот, понимаешь, такой открыточный вид старого Ростова. Вот есть такое выражение «не мешать». Вот у нас есть масса примеров, когда те люди, которые имеют частные собственности, какие-то старые объекты, вот этот дом в частной собственности находится. И мы видим, да, плохо сделали капремонт, плохо сделали фасад. Он потерял свою историчность такую. Но она может постановиться тут со временем. Дальше здание. Тут когда-то были такие накладные, вот эти вот ставни такие были характерные для юга. Ни одной ставни не осталось, но это все можно теоретически восстановить. Объем сохранился вот этого двухэтажного здания. Вот два варианта – не мешать или помогать. Вот если даже не помогать, но не мешать, уже можно было бы многое сохранить в старом центре. И мы это видим. Если мы сейчас вот уйдем с Семашко, перейдем на газетный, и пройдем там с газетного по Сувору, то мы увидим массу зданий, ну не массу зданий, а какое-то количество небольшое зданий, где работает все. Каждый кусочек подвала, каждый кусочек первого этажа, каждый кусочек второго этажа. Везде какие-то бары, офисы, какие-то галереи, какие-то магазинчики. Все это работает. То есть вопрос, в чьи руки это отдать, да? Безусловно, безусловно. Как только это все оказывается в тех руках, которые хотят именно этот бизнес вести, если можно, можно сохранять, и будет гарантия, что выше этого дома не появится, то находятся люди, которые представляют средний и малый бизнес. Как только все это разрешено под снос, приходят люди с другими деньгами, которые могут построить то, что построил здесь вот банк. Мы рисуем здание, которое будет снесено, к сожалению. Мы это здание не спасем, но у нас есть возможность спасти много других зданий, которые прекрасны и которые могут еще много лет прослужить, если их отремонтировать. Если не спасать историю, если не помнить историю, то мы, к сожалению, потеряем наше будущее. Спасибо всем художникам, кто пришел. Я действительно счастлив, что эта акция состоялась, что мы нарисовали здание, хотя бы сколько-нибудь смогли нарисовать. Дома мы дорисуем, дома мы закончим свои работы, возможно, выложим это все в Инстаграм. Если брать это трехэтажное здание серого цвета, около которого мы находимся, то это бывшее здание общества взаимного кредита. Здание это было почти полностью уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Чтобы вы примерно понимали состояние того района, где мы сами стоим, из всего этого района, относительно нормально, уцелили здание справа от вас. И вот все, что ниже по Семашко, в ту сторону, в сторону Рикидона, оно было почти полностью уничтожено, кроме еще одного дома. Это Семашко-30, у которого даже крыша была не повреждена ни бомбардировками, ни артобстрелами. К тому здание общества взаимного кредита восстанавливали в 40-е и 50-е годы, его настроили на этаж, немного его переделали в внешний вид, облик, и сейчас оно выглядит именно так. О том, для чего эти здания сносят. Если немного ближе сюда мы с вами подойдем, буквально на метр, то можете увидеть, что слева от этого трехэтажного здания серого цвета там находится пустырь. А там пустырь должны разместить музей Геворка Вартаняна. Это человек, на самом-то деле, впечатляющий, если даже просто на Википедии почитайте его биографию. Это советский разведчик, родился у нас в Ростове-на-Дону. Это человек, например, который в 19 лет, в 43-м году, предотвратил покушение на Сталина, Черчилля и Рузульта в годы Великой Отечественной войны в Тегеране. Он за время своей жизни побывал в 100 с лишним странах. Окончил он свою работу с женой только в 1980-е годы. Родился он когда-то в Ростове-на-Дону, в доме в территории Нахаловки. Это здание, насколько я знаю, двухэтажное, сохранилось до наших дней. Такой огромный двухэтажный находный дом, дореволюционный, который там находится. И мы, в общем-то, рады, что таким людям у нас либо музей, либо хоть как-то память тоже начинают восстанавливать. Это все хорошо, но хотелось бы, чтобы этот музей, он не стирал для себя историю того, что здесь уже происходило. И наша финальная точка экскурсии Симашка 30, тот дом, который собираются снесить и должны снести до конца этого года. Хотя официально даже на госзакупках, тендерах по сносу, что и того, что соседнего дома у нас просто не нашлось. Это здание на углу, это бывший доходный дом Николая Никитича Аджемова, или как его правильно звали, ну, более официально, Никохайоса Аджемяна, в Нахичеване-на-Дону, откуда он был родом. Купец этот родился в 1818, умер в 1888 году. Он очень активно торговал когда-то вином в Нахичеване и в Ростове. И после смерти он завещал два своих имения на территории Ростова-на-Дону. Он завещал их городу Нахичеване, для того, чтобы на эти деньги было открыто когда-то в Нахичеване среднетехническое училище для бедных армян. Более того, Аджемов завещал еще и неплохую часть своего состояния на все это дело. Но так вышло, что это училище не смогли открыть ни в конце 19 века, ни в самой-самой, аж революцией и гражданской войны. По иронии судьбы, оба имения Аджемова, они в довольно своеобразной истории в наше время были ввязаны, потому что на Ворошиловском проспекте имения Аджемова огромный четырехэтажный дом, который там стоял, оно было снесено в конце нулевых годов вроде гостиницы Меркурий. А это имение, оно сейчас находится тоже в подвешенном состоянии. Скорее всего, это здание тоже будет уничтожено и снесено. По иронии еще одной судьбы, это здание, хотя и было признано в 2007 году, в 2008 примерно году, аварийным, оно изнутри выглядит гораздо, гораздо лучше, чем большая часть других аварийных домов. У нас сейчас официально на территории Ростова-на-Дону находится около 230 аварийных зданий. Этот список администрация собирается сделать больше на пару-тройку сотен домов. И, скажем так, даже вот если будете здесь гулять, пойдете дальше по улице Кемерницкой, вы там можете увидеть аварийное здание в гораздо более худшем состоянии. У меня за него действительно болит душа. Мне вообще очень тяжело смотреть на то, как сносят старые здания. Не обязательно даже в хорошем состоянии. Но я понимаю не сердцем, но умом хотя бы, что то здание его вряд ли кто-то уже восстановит. У него там настолько поплыли уже стены, что просто это экономически будет нецелесообразно. Этот же дом, наоборот, в состоянии нормальном. Мы бы на нем были внутри, на втором и на третьем этаже. У здания поплыло два участка. Это вот если так дальше посмотрите по улице, там где он стыкуется со вторым своим корпусом, где как раз таки по окнам это хорошо заметно. Вот там есть одна трещина. И вот там, что дальше, по прилуку Семашко, есть еще одна трещина. Внутри огромные, почти отличные дощатые деревянные длинные полы, огромные коридоры, даже части декора старого дома там нормально более или менее хорошо сохраняются. По поводу слепы этого здания мы особо не понимаем, что будет дальше, потому что никакой официальной информации по этому поводу просто нормально не существует. Разве что слова нашего сити-менеджера о том, что это здание, скорее всего, будет сносить, должны обязаны снести до конца этого года. Мы по этому поводу написали сейчас письмо губернатору и сити-менеджеру нашему. И еще на это же письмо, на еще одно письмо собираем подписи в самом начале, откуда мы начинали нашу экскурсию. Если интересно, можем там, можете там, если хотите подписать это все сделать. А я сейчас очень горько хочу вспомнить просто об одной вещи, о том, что как вообще к архитектурному наследию у нас в Ростове и в стране относятся. Потому что вот такая ситуация, как у нас, она была на самом деле характерна для большей части страны в 90-е нулевые годы. Сейчас же это все постепенно начинает исправляться. Можно вспомнить огромный пример количество приличных городов, где это все постепенно выправляется. Можно вспомнить Томск, где работает программа той же самой льготной аренды рубль за квадратный метр, который у нас как пытались ввести, так в итоге и не ввели. Там в Томске эти дома, которые берут арендаторы в аренду на 49 лет, они восстанавливают в буквальном смысле из-за вещи из руин. Несколько домов уже восстановлено и около 40 таких аварийных зданий там они должны восстановить. Есть примеры Калининградской области той же самой, где, в общем-то, одно, что программа капитального ремонта на самом деле очень хорошо работает, потому что они отлично общаются с людьми, они выходят на контакт, они прямо инстаграм свой ведут и все это рассказывают, показывают, что происходит. А во-вторых, там очень активно сама администрация области занимается тем, чтобы все это восстанавливать, сохранять. Ну, самый банальный пример это то, что недавно у них буквально пару недель назад ввели, когда начали выдавать кредиты на восстановление вектов притурного наследия. Причем кредиты суммой до миллиарда. И если ты за пять лет восстановишь здание, то тебе половину этого кредита просто прощают официально. Более того, сам по себе кредит беспроцентный, даже если ты за эти пять лет не восстановишь, ты не оплатишь какую-то большую сумму с процентами по всем этим местам. И таких примеров по нашей стране становится все больше и больше. На Ростову было бы хорошо получить статус исторического поселения, потому что это предотвратит большую часть таких историй, которые здесь была. И самое последнее, наверное, что хочется сказать, чтобы вас больше не морозить, это то, что чем больше людей будут впечатляться историям старого Ростова, чем больше людей будут ценить архитектуру нашего города, именно его исторического центра, тем быстрее все эти позитивные изменения начнут происходить. Поэтому, в общем-то, прошу вас, наверное, только об одном. Если вы будете гулять по центру, если вам нравятся все эти старые здания, аварийные дома, либо не аварийные, наоборот, хорошие, вы их можете фотографировать, вы можете их выкладывать в тот же самый Инстаграм, можно, если с этой экскурсии делали фотографии, выкладывать их под хэштегом тот же самый квартальный админ, например. И чем больше этого всего будет в Инстаграме, ВКонтакте, в других соцсетях, чем больше об этом будут говорить и рассказывать, тем быстрее все это сдвинется в лучшую сторону.